Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском лектории «Экзегет» мы оканчиваем изучение второго послания к Тимофею, первоверховного апостола Павла, и мы читаем четвертую, последнюю главу этого послания. В этой главе первоверховный апостол Павел с большой торжественностью и настоятельностью убеждает Тимофея усердно и добросовестно исполнять свой труд и служение епископа. Об этом с 1 по 5 стих. Далее. Причина такой озабоченности апостола Павла, почему Тимофей должен так настоятельно проповедовать вовремя и не вовремя, потому что церковь вскоре, вероятно, лишится служения апостолов, ибо наступает время отшествия апостолов из этого мира. Это 6 по 8 стих. Далее. Различные частные вопросы, предупреждения относительно Александра Медника. Об этом с 9 по 15 стих. И последнее. Апостол Павел сообщает о том, что с ним случилось при первом его ответе. Хотя люди оставили его, Господь был с ним. И это вселяло в него надежду. 16-18 стих. И заканчивается послание приветствиями и благословениями. Это 19 стих и до конца. Итак, первая подтема 4 главы 2-го послания к Тимофею. Апостол Павел, первоверховный апостол Павел, с большой торжественностью убеждает епископа Тимофея усердно и добросовестно исполнять свое архиерейское служение. И мы читаем с 1 по 5 стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Здесь апостол Павел прибегает к заклятию, то есть он говорит о чем-то таком, на что надо обратить внимание, не как на его рекомендацию, а как на его повеление. Именно это надо иметь в виду, когда он говорит «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, и Иисусом Христом». Дальше напоминает о суде, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в царстве Его. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». Что это может означать «вовремя и не вовремя»? Святитель Амвросий Медиаланский пишет «Апостол говорит, чего вы хотите, с прутом, жезлом прийти к вам или с любовью и духом крутости?» Вначале он говорил о пруте и как бы бил их ореховым прутом, чтобы позднее утешить их духом крутости. Таким образом, кого прут отогнал от небесных таинств, того же утешила крутость. Итак, он, Павел, дает ученику, Тимофею, таковые заповеди, говоря «обличай, запрещай, увещевай». Две суровые, одна кротка. «Обличай, запрещай» – это суровые слова, «увещевай» – это крутость, то есть убеждай. «Ибо подобно тому, как телам, больным разливом желчи, горькие пища или питье подобные сладости, и, напротив, сладость яств подобно горечи, так и там, где дух поражен, он заболевает от чувственного жара лести и опять-таки умеряется горечью исправления». То есть наше лекарство должно быть различно по отношению к людям. Как сказано, а иных страхом спасайте. Итак, вот эти слова «настой вовремя» и «не вовремя», они указывают на то, что со всяческим постоянством мы должны проповедовать людям, даже тогда, когда нам кажется, что сегодня неподходящее время. Почему? А потому что мы не знаем, будет ли у нас возможность еще раз поговорить с этим человеком. Мы не знаем, а будет ли он жив для следующей беседы сам. Поэтому мы проповедуем и вовремя, и не вовремя, обличаем, запрещаем, увещеваем со всяким долготерпением и назиданием. Далее, с третьего стиха и ниже. «Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Быть бдительным в наше время очень важно. Мы должны различать кто свой, кто чужой, чтобы не сбиться с пути. И надо быть терпеливыми, которые переносят скорби, совершая дело благовестника, то есть проповедника Евангелия. Следующий раздел этой главы, 6 по 8 стих, апостол Павел указывает причину своей озабоченности. Тимофей должен так настоятельно проповедовать, вовремя и невовремя, потому что церковь вскоре, вероятно, лишится служения апостола, ибо время отшествия апостолов уже наступало. И он пишет, 6 стих и ниже. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот эти слова являются мощным обличением протестантизма, когда протестанты утверждают, что они спасены. Для того, чтобы это утверждать, надо подвигом добрым подвязаться, течение жизни совершить до конца, веру сохранить. И тогда мы сможем с надеждой сказать, что нам готовится венец правды, который нам даст Господь, наш благостный судья. Владыка Аверкий Аушев пишет, «Святой Ансалтауст говорит по поводу этого места. Часто я, взяв в руки послание апостола и рассматривая это место, недоумевал, для чего Павел так превозносит себя. Подвигом добрым я подвязался, но теперь, кажется, по благодати Божией я понял это. Для чего он говорит так? Он желает утешить скорбящего ученика Тимофея, заповедуя ему быть бодрым, потому что он, Павел, отходит к венцу, как сотворивший все, как достигший благого конца. Радоваться, говорит, должно, а не скорбеть». И святитель Амвросий Медиаланский в трактате о благе смерти пишет, «Когда ожидается полнота времени, то ожидают воздаяния душе, и одних ожидает должное наказание, а других – слава. И однако ни одно не бывает без несправедливости, ни другое без плода». Ведь и те души, то есть грешных, увидят награду славы, установленную для сохранивших закон Бога и жилища, сохраняемое для них ангелами, а для себя грядущее наказание за притворство и упорство, и стыд, и смущение, чтобы, возрев на славу Вышнего, они устыдились явиться пред лицом того, чьи заповеди они бесчестили». Конец цитаты. Святитель Амбрусия обращает здесь внимание на то, что каждый получит то, что он заслужил. Не в том смысле, что мы можем спастись своими делами, но в том смысле, какой окончательный выбор мы сделали в своей жизни – в сторону добра или в сторону зла. Далее апостол касается различных частных вопросов, намеки и предупреждений относительно Александра Медника об этом с 9 по 15 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро», – пишет он, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию». Многие служители сейчас оставляют свое служение, даже в советские времена этого не слышал, когда священник складывает в себя сан, уходит в бизнес или куда-то еще. Так и в случае с апостолом Павлом. Он видел, как все стали бросать его. Димас, Крискент, Тит. Далее Павел пишет, «Один Лука со мною». Имеется в виду евангелист Лука, он же сработник апостола Павла. «Марка возьми и приведи собою, ибо он мне нужен для служения». Марк – это тот самый евангелист. И он нужен апостолу Павлу для служения, хотя он находится в вузах, в гонениях, но он не прекращает служение. И Марк, который был очень молодой человек, он мог поддержать служение апостола Павла, даже в вузах. «Тихика я послал в Эфес, когда пойдешь, принеси филонь, который я ставил в Трааде, у Карпа, и книги особенно кожаные». Филонь – это, конечно же, речь идет не о плаще, хотя так можно перевести это слово. Апостол, который переносил все трудности, все переживания, все скорби, не думает о гардеробе. Скорее всего, речь идет о талиде, это молитвенная накидка, которая одевалась через голову, как и современная христианская филонь, которую одевают священнослужители для совершения молитвенных и обрядовых действий. Когда апостол Павел говорит, что надо принести ему книги, и особенно кожаные, почему вот это уточнение «особенно кожаные», были книги, записанные на папирусе, но книги, записанные на коже, они дольше сохранялись. А для миссионерской работы, тем более для служения в вузах, надо было иметь что-то наиболее прочное. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Амбразиастер пишет, древнехристианский экзегет, «Откуда же у Павла филонь? Поскольку он был из Тарса, жители которого были приняты в союз с римлянами, так что они назывались римскими гражданами, необходимо, чтобы у них была курия, в которую они по римскому обычаю приходили одетыми в филонь». Здесь амбразиастер касается другой возможной стороны этой детали. «Филонь» — это такая тога римских граждан, которая подчеркивает статус тех людей, которые ее на себе имеют. Но я бы остановился на том, что все-таки речь идет о талите, о молитвенной накидке, которая являлась таким первообразом, христианской филоне. Талит, также талос, по-сефарски талит, ашкенатская талос, это молитвенное облачение в иудаизме, представляющее собою особым образом изготовленное прямоугольное покрывало. Заповеди ношения талита не существует, однако есть заповедь повязать кисти цицит на четырехугольное покрывало и всякий раз, смотря на голубую нить, повязанную поверх цицит, вспоминать о небесном происхождении Божьих заповедей. Таким образом, мы видим в Евангелиях, что Христос носил талит. Помните, женщина кровоточивая прикоснулась к краю одежды его, край одежды – это цицит, как раз те самые нити, которые указывают на заповеди, это нити белого цвета и синяя нить, которая указывает на небесное происхождение закона. Далее идет раздел 16 по 18 стих. Здесь первоверховный апостол сообщает о том, что с ним случилось при первом его ответе, ведь это же уже второе послание к Тимофею. «Хотя люди оставили его, Господь был с ним», и это вселяло в него надежду на будущее избавление. И мы читаем 16 по 18. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне», то есть видение Господа было, «и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей». То есть от этого прессинга, которому он подвергался со стороны лжебратьев, язычников и иудеев. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного Царства Ему слава во веки веков. Аминь». Далее заканчивается послание приветствиями и благословениями. Это с 19 по 22 стих. Павел по своему обыкновению перечисляет имена людей. «Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Анисифоров, и Раст остался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Мелите, постарайся прийти до зимы, приветствует Тебя и Вул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим благодать с вами. Аминь». Здесь среди имен мы видим имя Лин. Он по преданию это человек, который займет положение епископа в римской церкви после смерти Петра, то есть станет одним из римских пап. Итак, отцы, братья, сестры, сегодня мы рассмотрели с вами окончание второго послания к Тимофею, первоверховного апостола Павла, завершили обзор четвертой главы и всего этого послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, о новых циклах, и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!